В период так называемой самоизоляции в ряде регионов появилось распоряжение о предоставлении сухих продуктовых пайков детям с ограниченными возможностями здоровья, а также школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. Таким образом, ученики, проходящие по льготной категории и получавшие бесплатное питание в школе, по-прежнему могут рассчитывать на помощь от региональных структур. Однако это нововведение, судя по всему, не коснулось Новосибирской области. В нашу редакцию стали массово обращаться родители, воспитывающие детей с ОВЗ. По словам новосибирцев, чиновники отказываются предоставлять семьям сухие пайки и не намерены перенимать опыт других регионов. Из-за вынужденной самоизоляции и временной потери работы многие россияне едва сводят концы с концами. Объявленные президентом каникулы нанесли настоящий удар по социально незащищенным гражданам. В первую очередь по семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. Оставшись без логопедов, педагогов, развивающих занятий и льготного питания, плюс не имея возможности найти дополнительную подработку, новосибирцы стали обращаться к властям за помощью. В детском саду у меня ребенок тоже получает определенное питание, так как ОВЗ также работает с логопедами, с дефектологами, потому что ему идти в школу у него очень плохая вещь. Так как сейчас сидим дома, мы ничего этого не получаем. Сейчас мы сидим на карантине, нам тоже ничего не выделяется. Я звонила в школу, разговаривала с преподавателем, что в других городах все это выделяется в многодетные семьи с родителями, у кого дети ОВЗ. Софья Панова воспитывает пятерых детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Государство платит пособия, опека раз в год отправляет подарки на новогодние праздники. К экстренной ситуации, когда нужна масштабная и регулярная помощь семьям, вынуждена оставшимся без работы и заработка, наша система, судя по всему, оказалась не готова. Это подтверждают и другие новосибирские родители, у которых на попечении дети с инвалидностью. Семьи с детьми инвалидами, многодетные семьи – это не защищенные слои населения. И сейчас мы остались просто предоставлены сами себе. То есть, как хочешь, так учи, чем хочешь, тем корми. То есть, государство, получается, снимает с себя полную ответственность. Более того, из-за пандемии коронавируса дети Екатерины не смогли получить плановую медицинскую помощь в столице. Лечение шло по квоте, но теперь московские медучреждения не могут принять новосибирских пациентов, пока не нормализуется эпид-обстановка. Госпитализация была быть на 21 апреля в Москве, нам ее отменили, перенесли на ноябрь. То есть, да, это имеет место быть, но мы надеемся, может быть, Мишалкина нас примет, если получится. Сибирячки рассказывают, обрывать телефоны профильных ведомств бесполезно. Как и невозможно достучаться до новосибирских чиновников в социальных сетях. Мамы детей с ограниченными возможностями уверяют, что ситуация выходит из-под контроля. У фактически безработных родителей нет возможности прокормить особенных детей. Тем временем в Министерстве образования сухо отвечают. Выдача готовой продукции, продуктов питания на руки или денежная компенсация не предусмотрена. Я обращалась непосредственно в несколько организаций, в том числе конкретно в Министерство, разговаривая с начальником отдела организации социального питания в сфере образования Симонтовской Еленой Викторовной. От нее было получено очень много отговорок, очень много раз приходилось разговор возвращать к нужной теме. И несмотря на это, ответы всегда сводились к следующему. Что, а как вы себе представляете это, это решение этого вопроса? То есть уроков решения у данного вопроса получается, что нет. И, наверное, наши власти ждут, когда оно рассосется само собой, или период изоляции закончится, или дети в школу выйдут, что-то случится такое, что им не придется решать этот вопрос. Это и Ленобласть, и Пермь, и Якутск, и Приморский край, и Реутов, и Саратов. Они все смогли организовать такие пойти детям. На данный момент около 50 семей Новосибирской области готовят коллективное обращение к властям с требованием обеспечить многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, сухими продуктовыми наборами. Так, как это сделано уже в других регионах. В противном случае получается следующее. Спасая людей от коронавирусной инфекции, наша власть, в том числе и федеральная, обрекает граждан на голодное выживание. Регионы будут ссылаться на отсутствие финансирования, а Кремль, как это обычно бывает, посоветуют найти виновных на местах. Екатерина Орлова, Екатерина Брулева, НТН 24. Екатерина Орлова, Екатерина Орлова, Екатерина Орлова.